Интернет нам дает много ресурсов и много величия. Величие только бывает разное. Великолепность вам воспевают те, кто живет в столицах. Это, наверное, хорошо. Но интернет показывает разницу. Разница впечатляет. Самое удивительное, что мы типа верим в Бога, не веря вообще. Господь Бог нам дает возможность, но мы насрали на него, так? Вы должны ему сказать спасибо за лес, за нефть, за газ. А не говорите, а зря. Про нефть, про газ, вы слышали? Так ли это на самом деле? Интернет дает нам возможность без проблем понять нашу жизнь. Так вот, только по природному газу мы чуть-чуть более... А в остальном мы даже не можем оказаться заправкой. Но даже определившись по уровню, а он примерно в десятке, где наша жизнь в смысле зарплаты? Почему Эстония получает больше в четыре раза с учетом всех налогов, ипотеки, квартплаты и кредитов? К слову, должный интернет показывает примерно девять стран, всего лишь девять стран с абсолютно бесплатной медициной. Наша медицина где-то 84 место из 200. Я не знал до 14 лет про Сталина, но узнал полгода назад. При той жопе, в которой мы живем, пенсия в 50 лет. Он это делал. А при Брежневе доходы поднялись на 70% при 19-летнем замороженном курсе доллара. Это единственная кризисная страна в мире. Единственная с мизерной пенсией и зарплатой. Или вы думаете, что КПРФ про это не знает? Просто это единственная оппозиция. И на докладе я видел полный пофигизм к курсу до 2030 года. 33 года. И что получилось? 16. Вы поймите, 16 лет кризиса. Блин, как все надоело. Ведь Ленин за 7 лет дал возможность жить всем. Поверьте, уровень Ленина этого не может сделать никто. Разворот-то в принципе прост. Вся бюрократия выкидывается. А посрались с медициной? Есть ведь топ. Попросите, помогут. Или залейте топливом. И в топ. На кубу. И честно, высоконравственные специалисты есть. Задав вопрос с умом. Кто может, не своровав, делать благо? В большинстве это КПРФ. Конечно, надо понимать, что в любой бочке есть деготь. Но в КПРФ хоть слушают, они стебятся воровать, подстиловаясь под лидера. Мы посетили опять районы, потому что там люди нас сами приглашали, для того, чтобы мы им помогли. Мы посетили в этот раз уже не Найгабахский, а Верхневральский. В Нюральский? Да. Да, то есть там огромные проблемы со здравоохранением. То есть по федеральной программе выделяются огромные деньги на строительство, восстановление первичного звена здравоохранения. То есть это ФАПы, да? Фельдшерские пункты. Вон, где есть? У них где-то есть, где-то нет. В основном нет. И так получается, что по расследованию не только нас, а еще и жителей района Верхневральского, то есть там есть активные жители, которых, в принципе, нас и приглашали, то есть они расследовали, что все вот эти вот средства, они попросту были практически похищены. Ну, таким, конечно, попросту. А в этом обе средства были похищены. Как это делается? То есть вы знаете, что все строительство, все вот эти вот подряды, они по закону у нас через госконтракты идут. Значит, Верхневральская районная больница провела аукцион по поиску подрядчика на строительство и на ремонт и фельдшерский, акушерский пункт. Где их не было, значит, строительство ново. Где они были, там и там на ремонт. Значит, нашли подрядчика. Это был июнь, по-моему, месяц прошлого года. Может, отряд собрался? Нет. Вот. Нашли подрядчика. Те только собрались начать свою работу. Значит, из Челябинска, с Министерства здравоохранения идет указ, негласный указ, по телефону, по телефону, что с ними договор, контракт разрывайте на местах. То есть они на себя, опять же, не берут ответственность на себе сердце в здравоохранении. Разрывайте этот контракт на местах, мы вам пришлем подрядчика, который будет у вас строить. Те начали возмущаться, подрядчик, который выиграл государственный контракт, начал возмущаться, как так, то есть я вложил туда деньги, я там потратил силу и время, а вы со мной разрываете контракт. Ну, урегулировали этот конфликт между ними, контракт был расторгнут. Пришел новый подрядчик, без аукциона, без ничего, просто по рекомендации Министерства здравоохранения самых высших чиновников. Своего взяда. Своего взяда, да. В сентябре 2023 года ни одного объекта в здравоохранения не было, вообще ни одного. И они продляют глава района, значит, подсуетился там, а глава района Айбулатов, это еще тот кадр, который, когда его выбирали главой, то есть, ну, всех конкурентов, он исполнился, да, то есть я был на тот момент, кто тоже, когда он выбирался, был кандидатом, я тоже был кандидатом по Верхнеуральскому району на должность главы. Да меня даже не допустили, не то, что он не прошел. Там, короче, зашел только свой, да, просто не допустили. Вот, Айбулатов подсуетился, значит, и они продлили вот этот государственный контракт до декабря месяца, то есть по закону они могут продлять только один раз. Все, второго быть не может по закону. Они продляют этот контракт до декабря месяца, наступает декабрь. Мы когда с тобой ездили, в декабре или в январе? Деньги все и исчезали. И исчезали. Те главные врачи, которые пошли на поводу у Министерства здравоохранения и подписали вот эти вот притомки, они остались, да. На сегодняшний день, значит, там возбуждено уголовное дело, таскают подрядчика, но ни главврачей, которые приняли вот эти вот... Которые подписали. Которые подписали. Никого больше не таскают вообще. Продолжение следует...